Бродячих собак на улице должно быть меньше. Глава города требует к этой теме отнестись очень серьезно. Вроде бы для всех понятно, что бездомные животные представляют опасность. И зоозащитные организации работают в этом направлении, получая средства из бюджета на стерилизацию животных и стараются найти им владельцев. Тем не менее, проблема существует и решения требуются незамедлительные. Бегающих собак в городе не должно быть. Они должны быть в питомниках. Так договаривались. Так договаривались. А если у нас питомников не хватает, им не рассказывают, что туда привозят, а потом потихонечку их выпускают, или выпускают после обработки, то какая разница, что да, в обработке она опасна, эта собака для детей, что после обработки. Что нужно сделать? Если дополнительный питомник будем строить, давайте будем строить питомник. Впереди активный курортный сезон и порядок необходимо наводить везде, в том числе и во дворах домов. Глава города даст задание разработать дорожную карту по каждому адресу с указанием, какую конкретно необходимо в этом месте произвести работу. Сочинцам надо очистить территорию от мусора, где-то подкрасить окна, заборы, скамейки. Это касается частных домовладений. А спецавтохозяйство вывезет дополнительные объемы мусора. И это возможность для жителей избавиться от лишнего хлама во дворах. Одним словом, на 20 апреля намечен общегородской субботник. Я требую, чтобы сейчас, если это гаражный кооператив, тоже там побывать, найти председателя гаражного кооператива, сказать, а, первое, санитарное состояние, б, кровля, крыши должны быть такими, как они были, когда мы их готовили к Олимпийским играм. Посады. Все привести в идеальный вид. Продолжается ремонт федеральных трасс, но он должен завершиться до начала активного сезона. Параллельно с 15 мая начинается ремонт муниципальных дорог. На сегодняшний день по Лазаревскому району, если конкретно интересует, то у нас есть всего, получается, 4 участка с реконструкцией мостовых сооружений и 5 участков с устройством реверсированного движения при устройстве подпорной стены. К 1 июня должен полностью обновиться весь автопарк Сочи, а с 1 мая запланирован переход на безналичную оплату проезда в автобусах, что позволит пополнить бюджет города на 400 миллионов рублей. Елена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.